Девушки отдыхают За решеткой они страдают от нарушения прав человека, некоторые поплатили жизнью. Не хотели бы вы воспользоваться этой возможностью, чтобы принести извинения белорусскому народу за нарушение прав человека? Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если мне захочется, то я это сделаю через белорусские средства массовой информации. У нас они работают неплохо. А через CNN, ну какой смысл в этом? Думаю, что это вообще не актуальный вопрос. И в принципе мне извиняться не за что. Последние события в Беларуси как раз подтверждают мой тезис. Вы говорите, что не хотите принести свои извинения. Однако правозащитные организации утверждают, что люди действительно страдают. Нанесенные травмы, сломанные зубы, кости, получали ожоги и синяки. Места, где их содержат, превратились в пыточные застенки, где к ним применяют силу и заставляют лежать в грязи голыми. Не хотели бы вы извиниться хотя бы за это? Вы знаете, у нас нет ни одного места лишения свободы, как вы сказали, подобно Гуантанамо. Или тем базам, которые Соединенные Штаты и Ивы создавали в странах Восточной Европы. Поэтому, думаю, здесь, если исходить из этого, все познается в сравнении. Я поэтому так отвечаю на ваш вопрос. Думаю, что вы не лучше будете выглядеть. А что касается наших мест содержания, обвиняемых или находящихся под следствием, поверьте, они не хуже, чем в Соединенных Штатах и Великобритании. Вот это я вам могу гарантировать. Вы говорите о неких правозащитных организациях. Ну, мы видели деятельность этих правозащитных организаций. Если, ну, в общем-то, вы человек и журналист, хорошо знающий горячие точки. Я очень хорошо знаю вашу биографию журналистскую. И вы видели в жизни многое. Вот правозащитные организации, дай бог памяти, в Сирии обвиняли сирийцев, россиян и других, что они применяют биологическое оружие. Вы даже показывали это, как оказалось потом, постановочные кадры. А ведь были задействованы правозащитные организации. Может быть, и в случае с Беларпсю эти правозащитные организации вам что-то там подсказывают. Поэтому я бы вам предложил обсуждать не мнения и заявления каких-то эфемерных правозащитных организаций, а конкретные факты. Да, но и Human Rights Watch и Amnesty International, две организации, также говорят, что стандарты соблюдения прав человека здесь не очень высоки. Плюс у них есть свидетельства, полученные от бывших политзаключенных, которые содержались в этих центрах, мужчин и женщин, о том, что они подвергались, в том числе и насилию, сексуальному насилию. И это факт. Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки. Если хотите, можем конкретный факт с вашим участием так называемого сексуального изнасилования расследовать. И в результате расследования вы убедитесь в своих правозащитных организациях и в заявлениях, взятых вами из интернета. Ну, слушайте, это просто несерьезно. Для такого уровня канала, как CNN, это, извините, просто несерьезно. Брать из интернета всякую ложь. Ну, наверное, кому-то это хотелось. Поэтому я вам не советую повторять все это. По поводу стандартов соблюдения прав человека. Пожалуйста, дайте мне эти стандарты. Это придуманные вами стандарты. На Западе придуманные вами стандарты, и вы под эти стандарты весь мир хотите подогнать. Успокойтесь, так не получится. Это как стандарты проведения выборов. Стандартов нет, и мы с Россией предлагали, давайте выработаем в рамках ОБСЕ, стандарты оценки тех или иных выборов. Вы не согласились, потому что у вас есть свои стандарты. Точно так и с правами человека. Ну и еще, чтобы уже параллели. Все познается в сравнении. Мы никогда в упор не стреляли ни в одного оппозиционера и даже радикала. Никогда. А вы недавно и на CNN показывали, как в Конгрессе США застрелили девушку, героя Соединенных Штатов Америки. Это что, не нарушение прав человека? И вы стыдливо замалчиваете это. Есть множество доказательств, что это не фейк, а это правда. Это правда. Минимум четыре человека погибли, в том числе один 50-летний оппозиционер. Возможно, вы даже знаете, о ком идет речь. Он умер от сердечного приступа, хотя его семья утверждает, что у него никогда не было проблем с сердцем, а на его теле были обнаружены многочисленные синяки, его избивали. Существует масса доказательств жесткого обращения с задержанными, и это не фейк. И я вам скажу еще, что не фейк. Это атмосфера страха, в которой живут люди в этой стране. Я ходил по Минску и пытался спросить у людей, что они думают о режиме, и никто не захотел со мной разговаривать. Никто не захотел отвечать, потому что они просто боятся оказаться в тюрьме. Вот режим, во главе которого вы стоите, режим, которого боятся люди. Ну, похоже, вы приехали меня в чем-то обвинить, но я не предъявляю вам претензий. Видимо, такое задание у вас. Давайте по порядку с конца. Вы ходили по Минску и задавали вопросы людям. Вы называли себя, кто вы? Конечно, да, конечно. Вы представились людям, которых вы спрашивали? Да, конечно, конечно, я говорю, что я СНН. А вы сказали, что вы СНН, и люди с вами, наверное, в подавляющем большинстве, в Минске не захотели разговаривать? Тех, кого я спрашивал, да. Так? Отвечаю на ваш вопрос. В Минске очень умные, грамотные, талантливые и присвещенные люди. Они знают, что такое СНН. Недавно на большом разговоре у президента присутствовала ваш журналист. И мы показали в прямом эфире позицию СНН. Поэтому в Минске люди хорошо знают, что вы заранее ориентированы на что-то, как канал. И они не захотели просто с вами на эту тему разговаривать, потому что знали, что вы все равно в искаженном виде представите эту информацию. Ну, вы меня извините, но это так. И то, что с вами не захотели разговаривать минчане, ну, слушайте, Мэтью, ну это ваша проблема. Вы журналист, талантливый человек. Вы должны были вызвать людей на откровенный разговор. У вас это не получилось. Я при чем здесь? Я в этом не виноват. Если бы вы меня попросили, чтобы я вам помог в этом, я бы вам помог, но вы меня об этом не просили. Атмосфера страха, вранье. Мэтью, вы врете, извините меня. Вы же по Минску ходили без охраны, без службы, без опасности. Вас никто не сопровождал. И я в ваших глазах сегодня не вижу никакого страха. Так а что бояться нашим людям? Вы знаете, главное в имидже нашего государства, наша фишка, если можно так сказать, в том, что наши люди ни ночью, ни вечером, ни днем с маленькими детишками, в том числе в колясках детских, не бояться выходить на улицу. Это наше достояние. И я готов на любом уровне, с любым человеком защищать эту позицию. И я не верю, что вы, будучи в Минске, чего-то испугались. Ну, просто не верю. Это заранее созданная СНН-ложь. Или же, наверное, кому-то надо это. Поэтому я напрочь отвергаю, что у нас прям ходят и дрожат... Я услышал, но теперь давайте перейдем дальше, к следующей теме. А, погибших. Вы сказали о четырех погибших. О четырех погибших в результате протестных акций. Назовите их фамилии. А вот вчера... 11 августа один был убит в результате применения средств, которые подавляют протест. 12 августа 25-летний молодой человек погиб при задержании. Опять же, применяли спецсредства. 9 августа один человек попал под машину полиции. Его задавили насмерть. Вы знаете, как их зовут? Первый раз слышу. Я знаю, на баррикадах 8 или 9 августа, когда невероятные управляемые из-за рубежа ринулись на силы правопорядка и были применены спецсредства. Человек поднял светошумовую гранату и пытался бросить в силы правопорядка. И был ранен. Это я знаю, этот случай. Но это же не полицейские, как у вас говорят, не милиция пришла куда-то к этому человеку и его убила там. Так же не было. Он пришел убивать. Кстати, бывший заключенный. Помилованный мною. На всякий случай, чтобы вы знали. Я его помиловал, он вышел на баррикады с ножами за точками и пытался бросить гранату в правоохранителей. За что получил в ответ ранение. Вот это я знаю. А все остальное можно к этому приписать в тот период что угодно. Кто-то от ковида умер, кто-то от астмы умер, кто-то онкологией болел умер. И наши протестуны, их всех записывали в этот список. А вы их читали и радовались, потому что вам, видимо, это надо было. Поэтому не надо их перечислять. Советую вам в этом просто серьезно разобраться. Нужна помощь? Поможем. Не надо все валить в одну кучу. Никаких четырех погибших не было. Тем не менее, те насильственные средства, которые тогда применялись, повлияли на общественное мнение. Очень многие из мирового сообщества очень негативно относятся к вам. В то время как в Светлане Тихановской, лидере оппозиции, видят истинного избранного лидера в стране. И президент Байден также с ней встречался лично. Вас приглашали в Белый дом? Значит, про персонаж в женском роде я рассуждать не собираюсь. Я против женщин не воюю. Поэтому не хочу давать никаких характеристик. По поводу лидерства в оппозиции. Ну, дай бог, чтобы у меня всегда была такая оппозиция, как сейчас. Лидеры оппозиции это те, которые живут в этой стране, имеют иную точку зрения и, высказывая ее, борются за реализацию этой альтернативной точки зрения. Таких персонажей, которых вы назвали в Беларуси, нет. Они где-то там, у вас, на ваши деньги содержат. Да, но они были вынуждены просто бежать из страны. Они боялись. Те, кто осмеливается что-то говорить, оказываются за решеткой на 10-11 лет. Слушайте, ну, если вы революционер и увязались в революцию, а тем более пытались осуществить близкриг на ваши деньги, здесь были такие, ну, так вы должны быть готовы ко всему, что не так в истории было. А если вы хотели просто заработать на этом или хайпануть, как у нас это принято сегодня говорить, то есть, но тогда это другой вопрос. И Тихановская, Мэтью, клянусь своими детьми, Тихановская никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я ее доставил на границу с Литвой. И не только ее, еще нескольких человек. Что я ей сделал? Как же она бежала? Вы хотите доказательств? Мы можем вам их предоставить. Вот еще один фейк. Тот, кто ввязался в революцию, пусть идет до конца. Он знает, что такое революция и их последствия. А сбежали? Значит, это жулье. Жулье, которое хотело заработать на этом деньги. Что они и делали. Последнее событие это доказывают. Поэтому вас или дезинформировали, поэтому вас или дезинформировали, или вы хотите дезинформировать ваших зрителей и слушателей. Хорошо, по теме о дезинформации. По теме дезинформации. Давайте дальше. Последнее, чтобы закончить эту тему. Вы меня в чем-то пытаетесь упрекнуть. Позвольте вам пару фактов по поводу прав человека. Вы недавно нанесли удар в Афганистане, подозревая в терроризме, нанесли удар по семье. Погибло 12 детей. Мы говорим о Беларуси. Мы сейчас не говорим о Соединенных Штатах Америки. Сейчас не время об этом говорить. Коснемся ситуации с пассажирским бортом, который был посажен в Беларуси из-за того, что якобы была террористическая угроза. Как выяснилось, на борту находился белорусский диссидент. По приземлению он был задержан вместе с его девушкой. Вы будете продолжать говорить, что действительно существовала угроза взрыва, что была террористическая угроза, или все же это была спецоперация, спланированная вами, белорусскими службами безопасности? Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием. Поэтому вы выбирайте выражение на всякий случай. По поводу вашей реплики, прежде чем ответить на этот вопрос, не я про американцев начал разговор. А вы спросили у меня, как я реагирую на то, что известный персонаж встретился в Америке с Байденом. Это американский президент. Вы начали этот разговор. Поэтому я и затронул вопрос Америки, если уж говорить о правах человека. Вы угробили 12 детей в Афганистане. Я не хочу вас ни в чем упрекать. Я просто хочу перейти к другой теме. Вы угробили 12 человек в Афганистане. Вы видели, как цеплялись люди за шасси и погибали в Кабуле. Вы там 20 лет убивали людей. Поэтому успокойтесь насчет смертей, гибели и так далее. Что касается рейса этого самолета. Недавно ИКАО, международная компания, инспекция, которую мы звали два месяца или три, наконец-то приехала. До сих пор результаты не обнародовали. Вы на каком основании пытаетесь мне предъявить претензии? На каком? У вас что, иные факты есть? А мы свои факты выкладываем на стол и показываем, как было. Если вы интересуетесь задержанным... Я пользуюсь лишь той информацией, что находится в общем доступе, что якобы из Швейцарии поступила информация о бомбе на борту, что вы сообщили об этом пилотам самолета, что приняли решение садиться в Минске, и по приземлении Протасевич, известный критик власти и его подруга, были арестованы. Хочу знать, вы правда верите, что это правда, или же все это было заранее спланированная акция. Я недавно говорил, если бы это была спланированная акция нашими спецслужбами, если бы это было так, как вы говорите, я всегда говорил, вы мне льстите, потому что провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции, ну, это дорогого стоит. Я не могу сказать, что наши спецслужбы сегодня и даже ваши на это готовы, чтобы так провести эту операцию. Поэтому это ваша выдумка. Если вы хотите правду, обратитесь хотя бы в Викао. Они провели расследование. Мы их позицию знаем, а вы нет. Что касается задержанного, минутку-минутку, не надо меня перебивать, что касается задержанного Протасевича, оппозиционера, мы вам можем представить возможность с ним встретиться. И вы с ним поговорите. Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет. Он уже много чего рассказал. Вы не слышали об этом? Он много чего рассказал. Хотел бы сказать спасибо. Я воспользуюсь этой возможностью. Пожалуйста. Дело даже не в том, что я вам не верю. Многие, в том числе авиакомпании, которые отказались от полета в Беларусь, насколько нам известно, рейсы в вашу страну выполняют лишь турецкие, российские, некоторые другие единичные авиакомпании. Остальные боятся не только летать к вам, но и пролетать на территории. Все из-за того, что существует угроза посадки лайнера. Правда ли, что вы способны нарушить даже международные законы ради того, чтобы достать человека, который вам нужен, чтобы оставить его в Беларуси? Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью, так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то Англии, Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси. Если мы будем чувствовать угрозу, точно так и вы поступите. Это норма. Поэтому я здесь не исключение, а бояться через Беларусь летать. Вы многие десятилетия летали через Беларусь, и никаких не было проблем. И не будет. Ну, а то, что вы не летаете, ну, Господь с вами, летайте через Северный полюс, можно через Южный. Это ваше право. Я вас заставить не могу. Я даже не то, что не Соединенные Штаты, я даже не Великобритания, чтобы диктовать какие-то условия. Нет вас здесь. Летают другие, как вы только что сказали. Ничего, обойдемся. Думаю, придет время. Придут новые люди, возможно, там, может, здесь. И они осознают пагубность того, что мы сейчас творим с вами. Это никому не выгодно. Ни нам, ни вам. Не знаю, зачем вы это устраиваете. А то, что перестали летать к нам, ну, так вы команду дали такую. Еще не успели задержать этого оппозиционера, о котором вы говорите, а уже все в Европе и в Америке после команды из Вашингтона все начали как под копирку делать заявления. Они были однотипны. Возьмите, прочитайте. Это говорит о том, что где-то, может, в СНН вы им прописали тезисы, и они начали заявлять и перестали сюда летать. Ну, Господь с вами. Обойдемся. Поговорим о другой угрозе, с которой вас ассоциируют. Сейчас видим кризис на границе с Европейским Союзом. Литва, Польша делают по этому поводу заявление, что именно вы этот кризис спровоцировали с беженцами, поощряя их пересекать Беларусь, буквально выталкивая их на европейскую границу, где создается критическая ситуация, где пограничники этих стран испытывают огромное давление. Возьмете ли вы на себя ответственность за этот кризис с беженцами? У вас есть факты, что я толкаю этих людей на границу с Польшей? Нет. И быть не может. Почему? Потому что... Польское правительство утверждает, что беженцев туда доставляют насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, анфетаминами, чтобы они не спали, чтобы легче было переносить холодную погоду. Таким образом, они оказываются в ловушке. Вы не станете этого отрицать? Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками. Факты на стол. Будут такие факты, я буду нести ответственность. А минуту-минуту не перебивай меня. А сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности, перед польским народом за свои проделки, так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы. Мы не объявили чрезвычайное положение, как поляки на границе. Мы разрешаем всем журналистам проезжать на границу и разобраться. Милости просим. Мы, СНН, и другие каналы приглашали туда. Они встречались с этими беглыми людьми. Мы их просим, вернитесь до Морозов в Беларусь. Побудьте хоть белорусы. Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище. Мы ждем. Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. Причем здесь белорусы. И что, только через территорию Беларусь в вашу страну и в Евросоюз идут люди. А через Средиземное море Испания, Италия, Греция. Сколько там людей гибнет сотнями, пересекая Средиземное море. Тысячи людей попадают в Евросоюз. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут. Они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали? Вы недавно публично позвали афганцев. И попросили центральноазиатские страны, бывшие Советского Союза и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили. И европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны? Из тех стран, которые вы разорили. Почему? Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. а вы мертвых людей через границу перебрасываете нам. Я воспользуюсь этой возможностью, я ловлю вас на слове. Мы хотели бы посетить этих беженцев. на слове ловить не надо. Если я сказал, что при вашем желании мы вас отвезем на границу, там уже два с половиной месяца сидят бедолаги, 30 с лишним человек, которых мы одеваем, кормим и обогреваем. А по ту сторону колючая проволока и стоят польские солдаты с автоматами. и покажем вам некоторые вещи, где травили собаками людей, избивали, применяли электрошокеры для того, чтобы выдавить людей, выбросить с территории Польши. Они ведь даже не в Польшу шли и не в Литву. Они шли в Германию, куда их позвали. Поэтому не надо меня ловить на слове. Если я сказал, что вы можете поехать на границу и посмотреть, мы вас хоть сегодня, хоть завтра туда отвезем. Вы в Москве сидите, можете приехать в любое время. Мы вас туда отвезем. Говорят, вы активно используете мигрантов в качестве мести за политику санкций и за то, что страны ЕС принимают у себя оппозиционеров. Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому Союзу? Слушайте, ну вы меня что, за безумца считаете? У меня центрально-европейская страна, небольшая по размеру. Всего 210 тысяч квадратных километров. Не 9,5 или чуть больше, как Соединенные Штаты Америки. Я что, десятию миллионами могу диктовать условия полумиллиарда человек? В Евросоюзе 500 миллионов человек проживает. Я что, вообще безумец? Я не думаю, что вы считаете меня безумцем. В противном случае бы сюда не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить. Слушайте, мы жили без Европейского Союза и еще много лет проживем. Слушайте, кроме вас мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать, главный вопрос продать то, что мы производим. Мы где-то больше 40% производимого продаем. все элементарно может потребить Россия. Одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай, наши друзья. Мы там продадим еще что-то. Мы продадим в Турции, в Иране, в Пакистане, в Индии. Это нормальное у нас с ними отношение. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем. Поэтому мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность. Я себя слабаком не считаю. и не считаю необходимым мстить Европейскому Союзу. Не собираюсь. Это вы и мстите. Ваша страна. Зачем вы вышли из Европейского Союза? Потому что надо было отомстить. А я мстить не собираюсь. Да, Европейский Союз вам не нужен. Вам нужна Россия. За последний год Россия вам оказывала самую сильную заметную поддержку. И в дипломатическом плане, и в экономическом, и финансовом. Что вы пообещали им взамен? Какую цену пришлось заплатить за это? Слушайте, у вас англосаксонское мышление, извините, мытью. Мы никогда ни с президентом Путиным, ни на других уровнях не ведем так разговор. Вы чего-то там, вы нам заплатите или мы чего-то обещаем. Мы братские народы. Мы народы от одного корня, белорусы и русские. Вы наверное лучше меня знаете, потому что вы со стороны. Мы абсолютно ни внешне, ни внутренне ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, у нас единые цели, и мы к этим целям движемся одним путем, и нам не надо никакие обещания, мы близкие родные народы, и без обещаний мы построим свое будущее, и даже вы нам помешать не сможете. Вы говорите, что не делали никаких обещаний, а как насчет размещения баз, радарных станций, недавно открылся тренировочный центр ВВС, наверняка существуют и какие-то другие базы, все это ведет к еще большей зависимости от России, и возможно превратит Беларусь в своеобразный большой западный форпост России, которая представляет огромную военную силу к своему великому русскому близки. Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? Это первое. Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта мы это не скрываем. Нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост безосновательный. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца. Про угрозы. Что касается баз. Ну вы меня вообще удивляете. Вы что не знаете или НАТО не знает какие у нас базы иностранных государств? У нас нет ни одной базы никакого государства, в том числе России, кроме двух баз. можно сказать гражданского назначения. Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база связи, посредством которой российские вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы. Там всего 30-40 человек служат наших людей. Там 2-3 офицера россиян, остальные наши военнослужащие. Больше никаких баз здесь нет. Но Матью, это главное для ваших зрителей, я не побоюсь это сказать, если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь или отдельное соседнее государство, вы это должны четко понимать. Я это тоже не скрывал. Ваш журналист сидел в СНН на большом разговоре, я об этом говорил. Вы упомянули союзное государство. Вопрос, который недавно обсуждался, снова вышел на передовые строки. Это снова тема номер один в этом году. Особенно на фоне той поддержки, которую Россия оказывает вам после выборов. Мы видим усиление интеграции экономической и военного сотрудничества. Может, это и была цена, о которой вы договорились? Может, цена в том, что Беларусь медленно войдет в состав России? будет пауза обслуживаться в Россию? Это вы согласились платить? Ну, это дело вкуса. Если вы считаете, что это цена, Господь с вами считайте, я вижу, что я вас в этом не смогу переубедить. Что касается Беларусь войдет в состав Соединенных Штатов Америки, Великобритании или России, это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал мы с Путиным и руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят. Искренне вам об этом говорю. И никаких цен здесь нет и быть не может. Суверенитет и независимость любой страны не покупается и не продается. Тем более это не со мной. Быстрый вопрос о пандемии COVID-19. Когда пандемия началась, вы очень несерьезно к ней отнеслись. Если не ошибаюсь, назвали это психозом и посоветовали лечить COVID-19 водкой и баней. С тех пор вы и сами переболели, да и видим, что ситуация серьезная. Можете ли вы сейчас признать, что это была неправильная позиция и вы должны были говорить людям, как защититься от инфекции, а не так лихомысленно к ней относиться? вы сказали, что я несерьезно воспринял этот мировой психоз. Повторяю, что я несерьезно воспринял этот мировой психоз. Подтверждаю, что это действительно психоз. И это сейчас происходит в мире. Мы слишком ушли при лечении людей и каких-то других решений, других вопросов от лечения людей, от защиты людей, особенно у вас там на Западе, в Америке, в Великобритании, белорусского штамма, кстати, не было. А английский штамм бродит до сих пор по Европе. То есть вы породили новый вирус фактически. Поэтому не надо кивать на нас. Что касается наших смертей, так послушайте, у нас 6-8 человек погибает в сутки, 6-8 человек с подозрением на ковид. И мы всех у патологоанатома проверяем. И не всегда это подтверждается. Ну ладно, 6-8. В Соединенных Штатах Америки тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим. Вы провалили у себя на Западе на Западе вы у себя провалили лечение людей. Вам не нравится мой путь, наш путь белорусский лечения людей, но мы исходим из наших реалий и наших возможностей. И наш путь оказался правильным. Мы не объявляли локдаун. Чего вы сейчас не объявляете локдаун? Значит, вы подтверждаете наш метод, что он правильный. Мы пользуемся вакцинами многих стран. Мы собственную вакцину получили, изобрели, мы ее сейчас начинаем производить. Мы обеспечили лекарствами для лечения людей, всех людей, средствами защиты. Это разве не серьезное отношение? Но вам хочется сказать, что вот этот диктатор в Беларуси безумец, он людей не лечит. Я еще больше погружен в это, чем все вы на Западе вместе взятые руководители. Более того, я не знаю, переболели ли вы, а я перенес эту болезнь, и я знаю, что это за болезнь. Понимаете? Поэтому у меня и лично есть основания делать определенные выводы и советовать людям. А то, что я сказал, что вы можете 100 грамм выпить и в баню сходить, ну так это норма, мы же цивилизованные люди. Это в шутку было сказано. А вы начали хватать Лукашенко лечить людей водкой ибаней. Это была шутка. Мы лечим едиными протоколами. Всемирная организация здравоохранения дает протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но мы оказались более успешными. Потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно. Дай Бог, чтобы все так закончилось, как сейчас, чтобы не было хуже. Поэтому не надо меня обвинять. Это фейки. Вот все, что вы сейчас сказали, это фейки, 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 полученные из интернета. Стыдно для такого канала. Мне кажется, что не вполне корректно сравнивать смертность Великобритании и Беларуси. Мы говорим о разной численности населения. 9,5 миллионов против 70. миллион. Я экономисты знаю, что говорю. Мы берем пропорции. Возьмите Великобританию численность населения и погибших. Какая будет пропорция? И сравните с нашей пропорцией. В сотни раз отличается. У вас смертей больше в сотни раз. Возьмите, посчитайте. Поэтому я не говорю о том, что 10-миллионная Беларусь, сколько у вас там сейчас 70 миллионов. У нас на 10 миллионов в сутки шестеро умирают. Ну, ладно, для счета возьмем. 10 умирают у нас в сутки на 10 миллионов. А у вас на 70 миллионов умирало и умирает по 800, по 900 человек. Возьмите пропорцию. Это несложно посчитать. Что-то с математикой у вас не очень в Великобритании, я так понимаю. Ну, не обижайся, Матью, я шучу. Я делаю, считаю через пропорции. Поэтому не надо меня в этом упрекать. И когда разгорелся этот... Я не обвиняю вас. Вопрос в том, сожалеете ли вы, что давали такие легкомысленные советы? Я никогда не давал никому легкомысленных советов. А вы просто в бешенстве, особенно в Великобритании, порой не знали, что делать. Мы это видели, и я это видел, потому что я глубоко был в это погружен. Я не могу быть еще и легкомысленным в своих советах, потому что я, как вы только что сказали, сам перенес эту болезнь, в отличие от вас и некоторых других. Поэтому я спокойно могу рассуждать на эту тему. Это вы так определили, что мы неправильным путем шли. Это ваша позиция, ваша точка зрения. А у меня другая позиция, другая точка зрения, и она подкреплена конкретными фактами. От вопрос об Украине, если можно. Понимаю, что это не связано с темой нашей сегодняшней беседы. Вы можете, Мэтью, задавать любые вопросы. Это все связано и по Украине в том числе. Коль уж приехали, задавайте. В прошлом году, прямо перед выборами, на территории Беларуси была арестована группа русских наемников, которые ехали через вашу страну. Их арестовали и задержали. С тех пор СНН проводила собственное расследование и мы выяснили, что это была украинская группа. Они считаются военными преступниками. Но этот вопрос вызывает сомнение и разногласия. Как вы узнали, что они находятся на территории Беларуси? Кто они такие? Я не понял, какая у меня была информация. Вы спрашиваете, откуда у меня была такая информация? Какая информация? Как в Беларуси узнали о том, что они в принципе находятся на территории Беларуси? Получили ли вы какой-то намек, информацию? Были ли это русские или украинцы? Как вы узнали, что они здесь? Если вы хотите знать правду, я детально могу это изложить. Удивительно только CNN признала недавно, что это была операция ЦРУ через Украину. Это меня удивило. Так вот, слушайте, я не вникаю сейчас в то... ЦРУ отрицает это. ЦРУ отрицает? Ну, это их право, они все отрицают. Я тоже не настаиваю. Эти 30 где-то человек, как только они пересекли на автомобилях белорусско-российскую границу в пункте пропуска по основной трассе Берлин-Москва, по этой трассе, спецслужбы через свои возможности наши спецслужбы получили такую информацию, что к нам направляется 30 вооруженных человек с Российской Федерации, и они сразу же попали в то поле зрения белорусских спецслужб. Это у меня было на контроле ежечасно, потому что, ну, согласитесь, что это серьезный вопрос. Мы их держали на контроле. Они в одну гостиницу попытались заселиться, потом заселились в другую. Мне доклад, что они находятся в гостинице. Я задаю вопрос руководителю спецслужбы. Мы сможем за ними наблюдать в Беларуси, чем они будут заниматься, и чего они сюда приехали? Мы сможем их держать всех, 30 человек, под контролем? Мне честно сказали, мы постараемся, но не гарантия, мы не можем гарантировать, что мы кого-то не упустим. А люди вооруженные, я не знаю, чего они приехали. И тогда я дал команду, лично я, ночью, когда они заселились в эту гостиницу совсем рядом, всех их задержать. Мы их задержали и разместили в соответствующем месте. Сопротивления не было никакого, там невозможно было сопротивляться, сработали блестяще спецслужбы. Кстати, те ребята, из числа которых позавчера погиб этот парень, принимал участие в этом, задержали. Разгорелся скандал. В России, в Украине я попросил генеральных прокуроров, просила Россия, просила Украина их выдать. Те просят эти, я говорю, пусть генеральные прокуроры Украины и России приедут в Беларусь, сядут здесь вместе и примут решение вместе с нашим генеральным прокурором, который должен был принять решение об экстрадиции куда-то. Никто сюда не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына, который был помощником президента, был, по национальной безопасности, и послал его туда, где они находились, в местах лишения свободы. Он поехал туда, я ему поручил, задай им один вопрос, ну, коль никому они не нужны, ни Украине, ни России, задай им вопрос, куда они хотят уехать. Я ведь понимал, что эти ребята выполняли чей-то приказ. Он им задал этот вопрос, проезжает и говорит, папа, они хотят в Россию. Я говорю, все, там же шесть украинцев, граждане Украины, шесть человек было, по-моему, шесть. Я говорю, все хотят в Россию. Да. Ты украинцам задавал вопрос, они говорят, только в Россию, украинцы потребовали. Я говорю, хорошо, бери автобус, сажай их в автобус и вези их туда, куда они захотят. Они сказали, что мы хотим в Россию, хотим вот туда, туда, туда. Он их отвез туда, по дороге накормил, напоил. Они извинились и попросили, интересно, можно ли нам когда-нибудь приехать в Беларусь с туристическими целями? На что сын, он мне позвонил. я говорю, мы никому не запрещаем, но только с благими намерениями. Вот и все. Это очень интересно, очень интересно, спасибо. А что, у CNN была иная информация или иная точка зрения? Это для вас новость, что я сказал? То, что мы выислили, практически полностью совпадает с тем, что рассказали вы, за исключением кое-каких мелких деталей. Дело в том, что в Украине некоторые оппозиционные силы, по крайней мере, ходят такие слухи, что вас оповестил об этом кто-то сверху из украинского правительства. Меня интересует, правда ли это? Абсолютная ложность. Мне никто с украинского правительства, ни президент Украины меня не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы, комитет государственной безопасности, который контролировал путь вагнеровцов этих от границы до гостиницы и в обратном направлении. Это абсолютно никто с Украины, ни с России мне по этому вопросу не звонил. Спасибо, что уточнили этот вопрос. Для нас это очень интересно. Возможно, мы что-то упустили. Вы так разволновались, уронили там приборы какие-то. Возможно, мы какие-то вопросы упустили. Если у вас есть они, я могу на них ответить. Думаю, мы успели поговорить обо всем, что хотели, но, возможно, один последний вопрос. Он касается новой Конституции. Очень коротко. Знаю, что вы контролируете этот вопрос. Хочу спросить, вы первый президент Беларуси. Как вы думаете, будет ли у нее второй президент? Клянусь тебе, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году вмешаться в наши события, будет плохо, будет так, как вы думаете сейчас. Вы на посту уже 27 лет, если я не ошибаюсь. Как вы сами думаете, когда вы уйдете в отставку? Слушайте, я 27 лет как вы сказали на этом посту служу своему народу, но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем Вашингтонском обкоме. Там, по-моему, президент сколько ему? 88 лет уже? Ну, скоро 90. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Ну, вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста. Поэтому президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ. Но, если он здоров и может управлять страной, у нас непростая ситуация, поэтому здесь должен быть энергичный, здоровый человек, которого изберет народ, и он будет желать быть президентом. Вот эти главные условия. Но я об одном сказал, должен мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал, как вы сказали, как первый президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни. Господин президент, спасибо большое за беседу. Вы все спросили у меня, что хотели. Все. Спасибо вам. Вы интересный собеседник. Да, очень интересно. Нет, я говорю, вы интересный собеседник. Спасибо. Ну, мне хотелось бы, чтобы вы, Матью, все-таки солидный канал, мы смотрим дома этот канал. У меня младший сын очень хорошо разговаривает на английском, он мне часто переводит, смотрим этот канал. Будьте объективнее и честнее. Мир такой тесный, очень тесный мир. Планета, казалось бы, большая, но она такая маленькая. И какие бы мы ни были разные, нам жить с вами вместе на этой планете. Поэтому давайте жить дружно. я тоже на это надеюсь. Спасибо большое. Приезжайте. Вы рядом. Можете приехать без камер. Нам удастся более откровенно поговорить. И может быть, я смогу вас убедить в чем-то или разубедить на основании тех фактов, которые у меня сегодня есть. Не верьте, что мы агрессоры и что мы хотим захватить Великобританию, Соединенные Штаты Америки или отдельно Евросоюз. Нам это не нужно и мы на это не способны. Ты болел ковидом? Нет, я вакцинировался. Так вот я тебе жму руку и запомни, никогда не заболеешь. Посмотри.